Одинцовская детско-юношеская спортивная школа Первого класса захотел сам, а родители его активно поддерживают Степан поделился с нами планами на будущее Готовлюсь к еще одному международному турниру, который будет проходить в Словакии Также будет ряд турниров всероссийских, в том числе первенства России И будет проходить отбор в сборную России, чтобы в дальнейшем поехать на первенство Европы и мира Стоит отметить, что без должной подготовки юных фехтовальщиков победить не так уж легко А помогают им в этом далеко не самые простые преподаватели Например, Алексей Хованский, многократный призер и чемпион мира В фехтование пришел, когда ему было 8 лет Говорит, попробовал сходить в секцию, стало получаться и затянуло Занимался этим видом спорта вплоть до 2016-го А сейчас вот уже 3 года он преподает в школе, тренируя в том числе и Степана Степан целеустремленный, работоспособный Но есть моменты, над которыми надо работать, но это спорт, так всегда оно будет Если он будет еще по сдержанию своих эмоций, я думаю, что все получится Так что есть куда расти, есть над чем работать Директор детской юношеской спортивной школы по фехтованию Евгений Вольский отметил Что уходящим годом вполне доволен Ребята участвовали в соревнованиях разного масштаба от областных до мировых чемпионатов И, конечно, занимали призовые места Не бывает, чтобы каждый год так было прямо блестяще И именно силы школ заключаются в том, чтобы как раз все-таки стабильность была То есть бывают особые взлеты, бывает где-то прямая Но хотелось бы, чтобы падения были не такие болезненные По словам директора, планы на следующий год большие И чтобы добиться желаемых результатов, придется серьезно потрудиться Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова